Здравствуйте, дорогие друзья! Вот сегодня пришло время собирать перчики. Это длинный юлин желтый, но мне дала его Юля, отсюда его и название. Он длинный, желтый. Я его продолжаю выращивать несколько лет подряд. Очень прекрасный перчик, очень достаточно плодовитый, несмотря на то, что он у меня в этом году очень плохо себя показал, этот перец в теплице. Не только этот сорт, а весь перец в теплице, потому что я над ним проводил эксперименты. Один из основных экспериментов был борьба со слизнями при помощи жесткого раствора медного купороса. То есть 100 грамм на 7 литров. Да, это убивает всех слизней вообще на повал точно, на кого попало, все слизни померли. И смотрите отдельный, кстати, ролик мой про борьбу со слизнями при помощи нашатырного спирта, но с обычными слизнями при помощи вот этой вот жидкости и вот этого вот шприца. Ну и, конечно же, моего любимого теперь опрыскивателя ручного, аккумуляторного. Сегодня я вам рассказываю и показываю те сорта перца, которые я сажаю уже несколько лет, и новые. То есть прямо сейчас я об этом вам расскажу. Длинный юлин желтый однозначно мой фаворит, и я его сажать буду практически всегда. Но давайте переместимся к другим сортам перца, которых у меня достаточно много. Вот этот вот, ну, относительно, конечно. Это желтый юлин куб. Ну, возможно, он как-то еще по-другому называется правильно, но название у меня не сохранилось, поэтому вот так вот я его и называю. Достаточно хорошие плоды, такие же практически, как продаются в магазинах, только, на мой взгляд, лучше. Продолжим про желтый. Вот, желтый ланчбокс желтый. Вот такой вот прекрасный перчик. Чем он мне нравится? То, что он маленький, но его просто немерено. Вот посмотрите, сколько его растет на кустах. Вот мешается лиана. Я считаю, что это достаточно очень неплохой результат. Есть еще красный ланчбокс. Тоже очень достаточно хороший перчик. Ну, посмотрите, что вырастает на одном кусту. Как вы считаете, это нормальный урожай для перчика? Или этого мало? Кто вы думаете на эту тему? Я их никак не формирую, никак не подвязывал даже вот эти вот. Но, единственное, на мой взгляд, нужно было его сажать немножечко плотнее. Тогда бы, наверняка, он бы стоял бы лучше и не ложился бы на землю. И больше ухода. Соответственно, уход нужен какой? Уход для перца, на мой взгляд, заключается в том, что его надо не забыть посадить. Обязательно угадать со сроками каждого года. Потому что год на год не приходится, во-первых, а сроки очень сильно зависят урожайность, я бы так сказал, от сроков. Потому что, если его очень рано посадить, то он у вас перерастет либо в нем костях, пока вы его растете. Ну, в рассадной стадии, в общем, перерастет. Это очень плохо, потому что корневая система будет потом очень замедленно развиваться. Это первый момент. И второй момент – это кормежка и полив. То есть ежедневный полив на этот перец, на весь в теплице, с огурцами у меня напал паутинный клещ. Были на то свои обстоятельства. Не мог я бороться тогда, ну, просто не мог заниматься огородом. Поэтому так получилось, что уничтожил все мои огурцы и, соответственно, заделал перчик. Потому что жрать паутинному клещу осталось нечего, и он расплодился очень сильно на перца. После этого, конечно, я фитовермиком бабахнул, все прошло. Но восстановиться перец уже не успел. Ну, давайте перенесемся к следующим сортам. У меня здесь дальше есть вот ланчбокс красный, ланчбокс желтый. Вы уже увидели такие красивые перчики. Вот тут вот вереегатный перчик. Ну, сейчас в вереегатности его не видно. А так плоды полосатые. Если у меня есть досъем, я посмотрю летний. Вот такой вот сладкий перец небольшого формата, я бы так это назвал. Но он прекрасный на вкус. Один из моих фаворитов – это Анастасия. Вот такой вот толстостенный, шикарный, крупноплодный перчик сладкий и с хорошей стенкой. Очень урожайный и мне очень нравится. Выращиваю его уже несколько лет. Мне просто он реально нравится. И моим домочадцам, конечно же, тоже. Он прекрасно себя показывает и в теплице, и в открытом грунте. Да вообще вот эти все сорта перца показываются прекрасно и там, и там. Ну, давайте поедем дальше. Перчик Джилси. Вот такой вот красненький, среднеразмерный перчик. Честно говоря, он урожайный, но какими-то определенными вещами. Он вкусный. То есть остается у меня в наборе. А это юлин коричневый перчик. Тоже очень неплохой перчик. Ну, коричневый цвет – это цвет на любителя. Здесь крупноплодный сорт Джиммини. Желтый. Вот такие вот плоды. Честно говоря, он меня не поразил, потому что он не очень урожайный. Но плоды крупные, но их немного. Рядышком с ним растет тоже новый для меня. Это Клаудио. Тоже были гигантские плоды, несколько штук. Но вот остались, я его показывал летом вам. И вот остались вот такие вот плодики. Их достаточно немного по количеству. Но, наверное, оставлю для коллекции. Еще один очень хороший сорт, который мне очень нравится. Вот этот Маркони Перпл. Вот такой вот плодик прикольный. И очень своеобразный по вкусу. Он очень интересный, неповторимый. Я бы так это назвал, поэтому я его сажаю. Он интересный на вид и интересный на вкус. Очень рекомендую. И, конечно же, 153-й сорт Солнце Радужное. Вот такой вот плодики, вот такие вот, такого формата. Он интересный. Он сначала черненький, а потом вырастает, желтеет, когда созревает. И рядышком 155-й сорт. Тоже сначала черный, а потом становится красным. Такой прекрасный сорт. Видите, они перезрели уже. Ну, потому что в этом году я посадил очень много перца. И он немножко у меня перезрел. На мой взгляд, это мое упущение. Точнее, мой косяк. Эти перцы, которые я вам показывал, растут в моей теплице. Теплица находится в московском регионе. Все прекрасно растет. Единственное, за всем нужен уход. Поэтому, чем вы лучше ухаживаете за перцем, защищайте его от тли. Потому что, бывает, нападает от белокрылки. У кого нападает, будет, кстати, ролик на моем канале. Я проанализировал, почему у меня нет белокрылки. И пришел к одному замечательному выводу. Но об этом отдельно я расскажу. Далее, какие еще могут напасти нападать. Какие у меня нападают напасти. Это паутиный клещ в этом году. И, соответственно, конечно же, слизни мои любимые. С которыми я продолжаю борьбу уже не один год. И, соответственно, если вы сможете от этих напастей как-то уберечься. Поливать вовремя и подкармливать свои растения. То урожаем в московском регионе перцы вас завалят. И вот раньше считалось, что перцы выращивать в Москве это нереально. Реально очень вкусные, очень сочные, очень сладкие плоды. Вы можете получить без всяких проблем. Поэтому, дорогие друзья, вам и вашему огороду здоровья, а все остальное приложится. Ну и поставьте, пожалуйста, лайк. Вы же досмотрели видео до конца. До свидания. До новых встреч.